Приветствую, друзья. Вот мне рассказывал один человек там в личке. Он говорит, я когда ложусь спать, я говорит, чтобы заснуть, всегда поставлю рядом с собой какой-то телевизор там маленький он смотрит или айпад смотрит, и на его фоне засыпаю. А вот когда нет, говорит, я не могу заснуть, потому что у меня все болит. Я когда ложусь, у меня все болит. У него на самом деле все болит, у него диагноз тяжелый. А вот когда смотрю, смотрю, я, говорит, раз и засыпаю. Почему, говорит, так происходит? Ну и другой случай, другой пример. Например, я помогал по скайпу человеку, у которого, значит, был страх, паника. Он как ни повернется, у него паника, у него давление подскакивает. Ну и у него страх, и он не знает, как быть. Я ему говорю, возьми, помассируй его здесь, помассируй, найди больную тулочку. Да, помассируй, помассируй. Ну, он успокоился, да, потом повернулся, и опять у него там прилив какой-то. Ну, не молодой же человек, не 15 лет, взрослый человек, и поэтому вдруг страхи, как фонтан прямо такой. Он говорит, я уже несколько дней звоню в скорую помощь, и мне там накачивают все эти таблетки. И мы с ним 15 минут вот так вот разговариваем. Я ему говорю, то здесь потрогай, то ушки разомни, то еще пальчики вот так поделай, вот так вот. Фаланги пальцев вокруг вот так вот обожми, это шиацу по-китайски, этому 5000 лет вообще вот этой методики. Поделай вот так. Ну, то есть доминату переключай. И пока я так делал, ему вдруг-вдруг стало хорошо-хорошо, и давление опустилось до нормальности, да, и сердечко стало спокойно биться. И он говорит, как это так, за такое короткое время, а я, говорит, из-за этого скорую помощь вызывал. Да, и таблеток-то мне надавали, и таблеток надавали. Ну, хорошо-хорошо, вот я теперь вот эти два случая вам рассказал. Для чего? В первом случае человек отвлекся, потому что смотрел там айпад или кино какое-то интересное, заснул при болях. Второй случай, вот у него плохое состояние. Но я с ним работал в том смысле, что я ему давал советы. Давал-помогал. Я же не клиника, хотя и врач, и не могу лечением заниматься. Я просто давал советы, как помочь себе в трудной ситуации, когда нет скорой помощи, когда никого нет, когда в один, когда в этой ситуации вдруг что-то случилось. Да, и вот я отвлек его. Вместо вот этого айпада, как в первом случае, я его отвлек, давая ему корректирующие такие вот мягкие, очень щадящие такие вот точечные воздействия. И он успокоился. Вот в обеих случаях есть общая закономерность. Я для чего это все и рассказываю. Дело в том, что когда человек нормально себя чувствует, его мозг не занят, ну то есть он не занимается погружением в себя, он не занимается собой, он занят делами, он весь загружен делами, он там бегает, прыгает, он там чем-то занимается, он отвлечен. А как только у него что-то не в порядке, мозг, естественно, переключается, человек погружается в свое состояние, начинает что-то тревожиться, искать себе какие-то поломки. И в этот момент у некоторых людей, в зависимости от его состояния тревожности, мнительности или еще чего-то, может резко подскочить страх. А что такое страх? Страх – это пик напряжения, сверх напряжения. Почему это происходит? Потому что в этот момент, когда напряжение растет, мозг так устроен у нас в какой-то части своей работы, мозг работает именно таким образом, что пик напряжения, в принципе, это мобилизация. Чтобы человек мог, в принципе, перебирать решение, перебирать решение, искать ресурсы, как выйти из тяжелой ситуации, найти точку опоры. Вот там вот, образно говоря, колесо сканирования крутится при высоком напряжении быстрее. Но при этом есть очень высокое напряжение, вплоть до памяти, но зацикливается, зависает, как компьютер. Может, тоже работает в какой-то части, как компьютерная система. И вот нейросети, вот эти. И что здесь происходит? Время для него, для человека в этот момент, очень ускоряется. Там вообще за секунды прошло, а ему кажется, вечность. И вот, допустим, он бы мог сделать что-то, например, выпить водички или помять себе что-то, да? Уши размять, но при этом, если у него большой страх, высокая мобилизация, каждая секунда проходит как вечность, он не ждет результата. Вот обратите внимание. Я тогда отвлекал, и он ждал немножко результата. И когда человек смотрел айпад, кино интересное, он отвлекался от своих болей и засыпал. Потому что, когда он отвлекается от своих неприятностей, организм имеет возможность восстановить свои функции, привести себя в баланс, в гармонию, поскольку работает автоматическая саморегуляция. А здесь, когда у него дискомфорт, он начинает себя грузить неприятными какими-то картинами негативного исхода ситуации. Еще минуты не прошло. Даже бывает, что он таблетку выпил или водичку выпил, или сделал что-то для себя полезное в этот момент. Время еще не прошло, чтобы результат, между усилием и результатом, какой-то период должен быть. Ну, хотя бы секунды, ну, хотя бы полминуты, минута хотя бы. Тут я его отвлекал. Там он смотрел айпад и засыпал. А здесь он один на один с собой. У него нету той минуты подождать, отвлечься. И он себя грузит и грузит. Отсюда начинается развитие психосоматики. То есть пик напряжения, страх, паника, негативные картинки бессознательно. И начинаются психосоматические нарушения. Если у него и были какие-то проблемы, они начинают усиливаться. Поэтому совет, совет. Отвлекайтесь. Когда вам плохо, чем-то отвлекайтесь. Я поэтому там, когда бесплатные ликбезы провожу, я же показываю разные приемы. Я показываю точечный массаж. Я показываю еще что-то. И вы когда делаете, вот вы там видите, как я вам показываю, как кто-то. Вы отвлекаетесь. И поэтому даете время какое-то, чтобы сработало усилие и получили результат. А когда вы один на один, у вас иногда случайно бывают всякие другие такие вот мысли о безысходности. Вот упаду, вот умру. Ну это же инстинкт самосохранения работает. Таким образом бывает, что у меня тоже, у меня тоже в течение моей жизни профессиональный, да, тоже были люди, которые ко мне приходили и месяцами прекрасно себя чувствовали. А потом раз что-то случилось, или резко погода поменялась, или он там носил чемодан, какой-то шею там немножко подвинул, или экзамены были там, не спал нормально, а потом раз подскочило давление, крис какой-то. И у него опять и страхи, и паники, и так далее. И он мне звонит на скайп и говорит, два месяца прекрасно было. А тут опять я говорю, слушай, ну ты же знаешь, что надо делать. Ой, и все из головы вылетело. Правильно, все вылетает из головы, поэтому это надо помнить, что ты это умеешь делать. Возьми и попробуй сделать. Да, и вот я так говорил минуту-полторы, буквально мы разговаривали, опять все восстановилось хорошо. Я опять полтора месяца человека не вижу, и не спрашивают меня ни о чем, на велосипеде катаюсь, и прекрасно. Вот оно в чем дело. Вот это синусоиды, которые происходят, то хорошо, то потом вот такое обострение, то потом ремиссия, то хорошо. Вот это синусоиды надо помнить, друзья. Первое. Когда вам плохо, вспомните, что у вас такое бывало, может быть, а потом опять все было хорошо. Да. Понажимайте себе пальчики вот так вот. Это точки скорой помощи, между прочим. Вот так берешь, вот так делаешь. Понажимаешь все пальчики. Ручки в горячей воде помой. Ручки в горячей воде, чтобы доминанту переключить. Да. И помни, что ты это сделал, или еще, может быть, уши размял. Ты это сделал, ну, нужно подождать, отвлечься чем-то и подождать, ну, хоть полминутки, чтобы эффект наступил. Потому что бывает такое, что после действия и после действия есть какая-то пауза. Ее надо заполнить точкой опоры. Точка опора это то, что вы сейчас должны запомнить. Когда вам плохо, помните, что все время плохо не бывает. И вспомните хорошие случаи, которые наступили после плохих событий. Таким образом, подытоживаю. Я хочу сказать, для чего нужны психологи и психотерапевты. Ну, они вот этим и занимаются. Во-первых, они пытаются сформулировать вам позитивный образ исхода ситуации. Во-вторых, поддерживают вас в моменты, когда делают с вами какие-то там занятия, там проводят тренинги или что-то. И дают коррекцию позитивную, что после ваших усилий, каких-то тренировочных занятий, каких-то действий у вас будет хорошо. Они вам дают эту коррекцию. Потому что, когда вы в тревожном состоянии погружаете в себя, у вас идет негативная самокоррекция. Вы все время ждете негативного исхода ситуации. А вам нужна точка опоры, поддержка. Вот они вами и занимаются и поддержкой оказывают. Ну, я методу ключ учу, объясняю эти механизмы, пишите комменты, вопросы. У нас скоро будет ликбез бесплатный, а потом опять будет вебинар очень интересный. Ну да, осталось день-два, будет объявление. А в следующем ролике я хочу свою дочь, Шейлу, пригласить. Она профессиональный психолог, как вы знаете. И Ален у меня профессиональный психолог. И Шейла у меня профессиональный психолог. Я, когда они были маленькие, учил их, показывал им, как петуха гипнотизировать. А потом годы прошли, у меня есть фотография, как я гретки, внучки показываю, как петуха гипнотизировать. Да, ну, короче, они все у меня. Династия такая. Ну, я врач и психолог, они психологи, но они со мной очень много провели работ. Ален со мной в Беслан ездил там и подводную лодку Курс, когда мы готовили военный персонал ко входу туда. Ну, много чего мы делали. И Каспийский после теракта восстанавливали, и в Кизляре с Аленом восстанавливали, и Шейла много работал. Я хочу Шейлу завтра пригласить, чтобы мы вместе с ней поговорили о паниках, о страхах, о том, как приводить себя в порядок. Ну, будет интересно. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok